реклама на канале зевса лучший проверенный донат в пазлах вау донат лучшие цены и лучшие сервисы кстати ребят проверено зевсом подписывайтесь на канал и будете в курсе ежедневных акций еженедельных подарков ну и конечно же очень вкусные цены вот пожалуйста слева от меня вы можете посмотреть варианты и выбрать понравившись вам чтобы попасть на этот сервис заходите внизу в описании под видео по ссылке в аудонат выбираете предложение пишите в личку админом и приобретаете замечательная акция ну и конечно же пусть удачи будет на вашей стороне всем всего хорошего до встречи зевс субтитры сделал DimaTorzok информация для всех подписчиков зевса для кто переживает за канал за зевса как вы знаете youtube отключил какую-либо поддержку стримером ютубером и фактически они ничего не зарабатывают но чтобы всю эту красоту содержать и качественно красиво делать для вас контент вы можете поддержать зевса по ссылке в описании под видео есть ссылка на донат сбер карта если напишите сообщение то девушка во время стрима обязательно прочитает его также вы можете разместить рекламу на канале зевса написав telegram по ссылке справа от меня любая реклама обсуждается ролики делает сам зевс ну а теперь перейдем к выпуску приветствую дорогие друзья и сегодня у нас призывы события перс чомпер и это новости на канале зевса как всегда мы будем обсуждать новых персов с нашими бессмертными экспертами и сегодня моей студии вместе со мной два эксперта книг привелся звать гидриус гидриус приветствую тебя всем привет ник замечательный зайка с лапками с км чем звать юлия юлия приветствую тебя привет привет ну что давайте как всегда по традиции я быстренько вкратце прочитаю про этого перса что у него есть значит скорость набора маны средняя наносит 330 урона цели ближайших врагам исцеляет каждого союзника на 40 процентов от общего нанесенного урона цели все ближайшие враги получают урон 352 течение течение четырех ходов и еще помимо этого бонусим бонусе ней не маленький бонус семьи герой становится сильней попав команду другими уникальным героем той же семье гона за калиф героев один-два или три получаем а прислужники этого героя получают на 2 3 4 процента больше атаки прислужники герой получать на два три четыре под на больше здоровья паразит этого героя впитывает на на минус два минус 3 минус 4 scarce вайну даровую Паразит этого героя получает на минус 2, 3, 4, меньше атаки. Бонус героя события. Члены этой семьи получают дополнительное преимущество в событии могучей питомца. Вот такая вот семья у Чомпера. И пассивки. Друг прислужников. Пассивка называется. Если для любого союзника призван прислужник, героя восстанавливает 5 протон здоровья, 5 протон майн. Эффект активируется один раз за ход. Вот так вот. Если для любого врага, это пассивка номер 2, называется гнев питомцев, если для любого врага призван паразит, герой наносит 85% урона всем врагам. Эффект активируется один раз за ход. Ух. Да. Накидали так накидали. Ну что. Юля, давай посмотрим по атаке. Что скажешь про этого перца? Юля. Ну, по атаке прям вот, прям очень хорошо. Вот. То есть вот для атаки в тройке взять с Машкой и вот с еще одним ударником по трем, однозначно минус 3 будет. Вот. Прям. Однозначно бы для атаки я себе его бы качала. При всем своем разнообразии. В двойку, думаю, что да, тоже бы брала. То есть если бы мне не с кем было его использовать в тройке, я бы его брала в двойку. Ну, просто как такого саппорта по трем. Пусть не шотер, но даже туда бы брала, если бы не было какого-то более лучшего варианта. Вот. Тем более со своим подхилом и с кровотечением, я думаю, прям будет очень интересен, что в тройке, что в двойке. Отлично. Гедрюс, а что про защиту скажешь? Я тоже могу добавить еще, ну, про атаку, чтобы, ну, как бы, он как бы идет, ну, может пойти в саппорт и в атаку вообще легко. Он как бы не только с Машкой может сыграть, может даже сыграть с Соколом тоже. Ну, чтобы, ну, Сокол типа тоже за 9 камней заряжается. Он как бы средний, ну, 2 средний, вот, и как бы они заряжаются с 9 камней. С Машками, ну, сперва Машки прострелят, потом он пострелит. Тоже ничего такого плохого. Я это в этом не вижу. В обороне, в обороне, я думаю, на плечо, на плечо, как он, он средний, он станет на плечо. И я думаю, как бы, вариант, если у тебя красного николкового, ну, лучше нету, он как бы и подхилл на всю команду. Ну, он, как бы, если он в обороне, если ударит, ну, он может ударить и по одному, и по двоим, не по трем. Ну, смотря, как там получится. Но все равно это, как бы, подхилл для команды, изживучись, и, как бы, урон у него тоже хороший. По трем целям я бы поставил его в оборону. И еще пассивка это на миньоны и все такое. Ну, да, кстати, вот пассивки, мы их мимо иногда проходим. В принципе, во-первых, паразиты, да, если призван для любого врага паразит, то герой 85 паразит. Причем, обратите внимание, для любого героя, да, то есть, если даже не по нему паразит будет призван, то есть, все равно он фактически ударит. Правильно я понимаю, Живей, да? Ну, да. Это очень даже, даже очень... Ну, и плюс еще тут для прислужников пассивка, конечно, такая интересная. Хорошо, окей. Ну, на центр, я так понимаю, он явно не пойдет, да, тут, как бы, без вариантов? Ну, нет, как бы, он точно не имба, который станет на центр, и не быстрый. Он, как бы, средний. Нет у него такого, чтобы он, как бы, стал на центр. Угу. Отлично. Юля, давай про Титаны и Венты, что скажешь? Твоя стихия. Ну, думаю, что на Титаны нет, ну, у него нет никаких таких вот навыков, которые, по-моему, пригодились на Титане. Вот, а на Ивенты вполне даже может пойти, ну, за неимением... Ну, равномерный урон, 330 по троим, это очень даже хорошо. Тем более, для вот Ивента, допустим, который идет сейчас, он будет получать еще дополнительную атаку. Там, ну, в среднем обычно около 20% добавляется, и это очень-очень даже неплохо. То есть, для Ивента... Красный отражатель красный. Он не будет на этом отражателе отражать красного вот самета, потому что те, кто из этой семьи, они не отражаются отражателями. Вот. Я этого и хотел услышать. Да, вот отражатели их не отражают. Слушайте, ну, да, клево получается, на самом деле. Так, а вопрос разлим все-таки. Если мы его ставим на плечо, ну, и логично, тогда мы разлим ставим ему, да? Да, ну... Как бы и живучих его побольше будет, и атака побольше, и этот урон... Как там? Урон кровотерщения. Да, 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 согласен. Помог будет. И как бы, да, нужен ему точно разлим. Так, ну что, давайте тогда выставим наши замечательные баллы экспертов. Юля, поднимала бы ты его, если бы поймала, ну, или качала, я не знаю, какие варианты. И сколько баллов ты готова ему поставить по нашей пятибалльной системе? Ну, я бы поставила пять. То есть, вот, в сравнении с другими красными, прям вот пятерочку бы я ему поставил. Ага, Гедриус, поднимала бы ты его, и какой твой балл по нему? Ну... Конечно, если я его бы поймал, поднял бы, но, как бы, пятерку я ему не твердую могу поставить. Ну, как бы, хорошая пятерка, но, ну, как бы, ожидаемо лучшего. Слушай, ну, ты знаешь, мне что нравится, в первую очередь, что нравится в этом персе, то, что в тройку он заходит. Вот я, вот мое, знаете, какое мнение? У меня вообще с красными какая-то беда. Я не могу никак создать нормальную, хотя бы девятикамнёвую, убойную тройку. Поэтому, честно скажу, если бы он не упал, я бы был вообще очень доволен, потому что он реально зайдёт. Если мне ещё и Машка упадёт в костюм, я вообще буду безумно рад. А хотя, с другой стороны, его можно взять... Видишь, пятёрку ему поставишь, а вот нету таких героев у тебя. И как бы прокачаешь ты его, а играть с ним не будешь. Как говорил Яков, буду упарываться в костюмы. Ну так вот, пятёрку я не ставлю, потому что нужны герои. Вот у меня есть Машка, но его нету, да? Ну и как бы... А у тебя есть... Ну, поймал бы ты его, а Машки нету. Ну, с Соколом... С Соколом, да. Ну, тогда ещё один нужен ударник. По-троим. И как бы... С Соколом уже девять камней, ну... Как бы... В этой реалии собрать девять камней, и чтобы не зарядился соперник, сложно. Ну, да. Согласен. Хотя в девяти камней у меня это многое. Ну, согласен. Есть такое. В идеале бы двух поймать, это было бы, конечно, вау. Просто-напросто. Хорошо. Я понял. Ну, в принципе, я сейчас по статам смотрю, допустим. Ну, вот у меня играют, допустим, Урсена и Зайка. Вот Урсена бьёт 250, и Зайка бьёт 300. Ну, вот если рассматривать, что по-троим, допустим, даже если брать Сокола, потому что я их пробовала именно с Серёжей, тоже стихийный бронерез, то с той же самой Льюиной, которая бьёт 260, и любыми другими, которых вот я сейчас посмотрела, да, у себя там, Митсука, допустим, тоже 250 бьёт, они будут выносить фланг, поэтому даже если просто брать Соколом, они будут убивать троих. Поэтому даже если нет Машки, ну, Хомяк, допустим, в тройку и заходит, мне кажется, очень хорошо. Даже Сокола. Возьму Гормикоп на 180. Ну, Гормикоп, это значит или нет, но вот какого-нибудь ещё, бьющего хотя бы 250, и это будет минус фланг. Ну, вот я сейчас сижу, листаю Анзах 215, а вот как раз Горилла, бескостюмная, 250 по всем. Ну, вот этого будет достаточно для того, чтобы вынести троих. Ну, да. Ну, что ж, отлично, замечательно. Это наш был экспертный отзыв по Персу Чомпер из Призыва стихий. Смотрите нас, смотрите наши новости. Всем всего хорошего и до новых встреч. Пока-пока. Юля, Гедривус. Всем пока. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok